Ежедневно по железнодорожным артериям страны курсируют десятки поездов. Международные, региональные, пассажирские, грузовые. Все они доставляют груз или людей в разные точки мира. Брест – крупный транспортный узел, город пограничный. Именно поэтому на Брестском вокзале всегда многолюдно. Железнодорожные линии связывают город с Минском и Гродно, Винюсом и Брянском, Киевом, Варшавой, Берлином. Все куда-то спешат. Особая атмосфера вокзала объединяет пассажиров. Среди них Людмила Ивановна. По роду службы женщине приходится часто прибегать к услугам железнодорожников. Какие меры профилактики вы принимаете, чтобы, собственно, вашу сумку или вещи не украли? Ну, как бы присматриваешь за своими вещами, смотришь где-то. А если куда-то выходишь, то просишь соседа, который там напротив есть, и смотришь, что более-менее порядочный человек, такой можно на него оставить свои вещи, то попросишь, чтобы присмотрел. Все. Особая категория пассажиров – электричек, дачники, которые, увы, не всегда соблюдают меры предосторожности и легко могут стать жертвой вора-карманника. Для недопущения подобных ситуаций на большинстве поездов региональных линий обеспечено их сопровождение сотрудниками правоохранительных органов, особенно в вечернее и ночное время. В приграничных районах страны охранять спокойствие пассажиров будут совместные наряды транспортной милиции Беларуси и полиции России. Как показывает практика, такие мероприятия дают положительный результат. Специальное комплексное мероприятие проводится в связи с обострением какой-то криминогенной обстановки. В данном случае, я повторюсь еще раз, то, что у нас были преступления, совершенные в поездах. В связи с этим мы и проводим данное специальное комплексное мероприятие. И каждый раз оно положительно влияет на состояние оперативной обстановки и дает свои положительные результаты. Согласно статистике по Брестскому отделу внутренних дел на транспорте, основным видом преступлений, совершенных в поездах региональных линий, являются кражи. На данный момент у нас на участке обслуживания зарегистрировано 4 преступления данной категории. За аналогичный период прошлого года таких краж было 6. Этот факт доказывает, что эффект от специальных мероприятий есть. В том случае, если вы стали жертвой вора или других противоправных действий, немедленно заявите об этом по номеру телефона 102 либо в оперативно-дежурную службу на вокзале. А нарушителям правил поведения в поездах и на железнодорожных вокзалах следует знать, за правонарушение последует административный штраф, в некоторых случаях и уголовная ответственность. Продолжение следует...